Свободу Никите Забазному! Хватит лечить здоровых людей! Свободу Никите Забазному! Нет карательной медицине! Свободу Никите Забазному! Губернатор Кожемякова, смирись в ситуации! Свободу Никите Забазному! Врачей-станистов под суд! Акция «Свободу Никите Забазному» прошла сегодня под стенами психиатрической больницы Владивостока на Шепетково. Машина с громкоговорителем на крыше встала напротив окон стационара и вещала специально для врачей, удерживающих видеоблогера, текст 128 статьи Уголовного кодекса, которая звучит как «Незаконная госпитализация медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь». Так сказать, повторение мать учения. «Незаконная госпитализация лица, медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок». Напомним, что приморский видеоблогер Забазнов загремел в психушку 26 марта, после того, как опубликовал у себя на YouTube-канале, насчитывающем 112 тысяч подписчиков, видео про поборы в психоневрологическом диспансере. Он пришел туда за справкой для продления водительских прав. Ему там сказали «Парень, ты какой-то странный, тебе нужно дополнительное расширенное обследование, которое стоит 4000 рублей». Забазнов встал в позу и стал снимать все на видео. Во время своего второго визита в диспансер, видеоблогера отправили в больницу на Шепетково. Его мать сейчас в море. Отчим для руководства больницы не родственник. Адвоката, которого наняли общественники, к нему не пускают. «Мы сегодня были возле больницы и переписывались с главврачом. Требовали встречи с Забазновым, но руководство стационара прикрывается карантином. Более того, главврач подтвердил, что парня принимали на основании решения суда без присутствия адвоката. Главврач считает, что адвокат Забазнову не требовался». «Ягобы какие-то экстраординарные были условия и ситуация требовала так, что не нужен ни адвокат, ни кто другой. Вот быстро-быстро упекли и все. Понятно. Тот период и та процедура, тот этап, его помещение в стационаре уже прошел. Он находится три недели в стационаре и до сих пор ему не предоставлен адвокат. Ни бесплатный, ни платный. Уверена, что и за этот период ему даже не разъяснялись права. И не предлагалась какая-либо юридическая помощь, хотя он имеет право как на адвоката, так и на другого, любого защитника, своего представителя, имеющего высшее юридическое образование. Даже я могу представлять его интересы, но мы не можем пробить эту стену, потому что нет никакого контакта с Никитой. Нет возможности даже по телефону поговорить. Прикрываются карантинными мерами против коронавируса. Хорошее прикрытие нашли. И в итоге Никита лишен сейчас даже общения с внешним миром. Это хуже, чем тюрьма. Это за стенки гестапо. Казалось бы, что сложного показать общественности госпитализированного блогера и пустить к нему адвоката. В крайнем случае можно было бы обойтись телефонным звонком. Но нет. Значит, что-то нечисто у этих психиатров. Сегодня так называемое прослушивание для народа было под стенами больницы на Шепетково. Реакции пока нет. Ну что ж, тогда завтра машина поедет в Крайздрав на Первую морскую. Пусть и там послушают. А послезавтра громофон на колесах будет ездить вокруг здания правительства края. Потому что кто-то должен в это вмешаться. Поскольку на наших глазах люди в белых халатах чинят лютый беспредел. Свободу Никите Запасному! Хватит лечить здоровых людей! Свободу Никите Запасному! Нет карательной медицине! Свободу Никите Запасному! Губернатор Кажемякова, смирись с ситуацией! Свободу Никите Запасному! Врачи-станистов под суд! Свободу Никите Запасному!